Как раз там, когда мы с вами говорим об крестных страданиях Христа Спасителя, возникает вопрос, что такое, каким образом совершилось наше спасение на кресте, что такое искупление, тайное искупление, которое дало нам вечную жизнь. Это вопрос, действительно, предельно важный для нас. Недаром мы с вами крестом все освящаем, да, мы знаменами себя крестом, встаем с утра, мы что делаем? Знаменами себя крестом, пищу мы тоже благословляем крестным знаменем. Как говорит Леонид Иерусалимский, крест это наша защита, и поэтому этим спасительным знаменем мы должны запечатывать все, абсолютно. Все существующее должно быть запечатано знаком честного, творящего креста, чтобы мы могли получить через него спасение. Как в древности люди должны были думать о законе днем и ночью, когда садятся и когда встают, так же и мы, влажаясь на кровать, ее крестим, да, мы крестим и себя, вставая с кровати, крестим все наши дела, крестим дорогу, когда отправляемся в путь. И это крестное знамение, оно сопровождает нас, оно освобождает нас от насилия сатаны, темного князя. Но вот почему крестом мы спасены, что произошло во время распятия Христа Спасителя, представляет собой очень большие споры среди различных современных и богослов, и вообще мыслителей. Это не случайно, это отражение древнего предсказания, которое сказал еще апостол Павел. Апостол Павел сказал, что слово о кресте для погибающих, это сумасшествие для нас же спасаемых силы Божьей. Потому что так было с пророчества Библии, где сказано, что погублюсь мудрость мудрецов и разум их отвергну. Действительно, возникают разные совершенно попытки объяснить, что крест это каким-то образом неудача Христа. Или заявить, что Христос вовсе не был распят, Христос будто бы сбежал с креста, вот как мусульмане, например, утверждают. Они говорят, что Христос будто бы сделал так, что вместо него Симон Кернейского распяли. А другие говорят, что Христос был призраком, поэтому он не страдал. Но в любой ситуации на что идет акцент? Акцент идет именно на то, чтобы человек каким-то образом прошел мимо распятия Христа. И одновременно, как так делают язычники, так же делают некоторые богословы сейчас. В общем, появилось много различных теорий, которые пытаются преуменьшить силу распятия Христа Спасителя. Люди пытаются каким-то образом объяснить, что мы спасаемся помимо Креста Господня. Поэтому и говорят, что нам не нужна рига Креста, нам нужна рига Пасхи. Как говорили некоторые писатели начала XX века. Вот такая же логика сейчас есть для многих людей. Почему? Ну это понятно, потому что слово о Христе, оба распятом Господе, действительно скандальное, немыслимое и совершенно возмутительное слово для людей этого мира. Как совершенный Бог может умереть? И зачем главное? Обычный ответ церкви, я думаю, достаточно всем известный, заключается в том, что люди согрешили, сделали зло, и это зло стало преградой между Богом и людьми. Потому что Бог не может закрыть свои глаза на злодейство людей. А мы знаем, что людей негрешных в природе не существует. Вот родился ребенок, ему один день от рода, сколько времени он грешник? Один день, девять месяцев. Девять месяцев. Смолитый зачатие. Понимаете? Вот интересно такое, такие страшные реальности, которые действительно есть в этом мире. Действительно, грех сопровождает человека с самого начала, он сплёсл с его природой. Как говорил святой Макарий Великий, грех как бы некая тонкая жидкость пропитал всего человека, и человек рождается во грехе в состоянии таком огреховленности. Грех пропитывает его все движения ума, все движения чувства, все движения воли. И грех, он есть не только болезнь, о чём сейчас многое справедливо говорят, не только болезнь духа, но ещё и преступление. Как говорит Иоанн Богослов, всякий грех есть беззаконие, то есть нарушение законов Бога, мятеж против Творца. И вот как раз этот мятеж против Творца, он за собой влечёт гнев Божий, он за собой влечёт возмездие Божие. Вот сейчас тоже часто говорят, что Бог не гневается. В каком смысле не гневается? В некотором смысле он действительно гневается. Мы не можем сказать, что Бог, например, сознание теряет от гнева, у него помутняет сознание, что он зубами скрежет, кулаки сжимает. Ну как у нас, да, бывают эмоции, когда захлёстывает нас. В Боге нет таких эмоций, которые бы помрачали его разум. В этом смысле мы не можем сказать, что Бог не гневается. Но тем не менее, та реальность, которая в Писании неоднократно, несколько десятков, даже сотен раз именуется гневом Бога, или даже яростью Бога, она существует. А эта реальность какая? Что это означает словом «гнев Божий»? Отторжение и возмущение Бога. То, что он возмущается и ненавидит зло, понимаете? Бог со злом никогда не примирится. Это нам очень важно вспомнить в свете того, что сейчас нам преподносит иное благовестие, ну даже обиходное. Даже американские фильмы, что они показывают? Что там человек умер, сразу же обязательно в рай попадает. Так, как будто другой дороги, кроме как в рай, у человека не существует в природе. Вот реальный Бог, в реальном мире же, создавший реальный мир, который управляет этим миром, который наблюдает мы своими глазами, а не тот, который можно о себе выдумать. То есть выдумываем можно что угодно. Бог, который он, Бог ненавидящий злодейства, и Бог, который любит правосудие, как говорит об нем Писание. Праведен Господь, и правду он возлюбил, и правоту видит лицо его. Он прав и милостив. И поэтому грех без наказания остаться не может. А с другой стороны, если будут наказаны люди по справедливости, как говорит Писание, не устоит перед Богом никто из живущих. Это мы тоже с вами знаем. Так? Вот чем мы больше становимся, тем чаще мы задумываемся даже не о справедливости, а о милости. Почему часто люди уже даже средних лет чаще говорят о милости, чем о справедливости? Ну, потому что они объективно понимают, что и нам-то объективно милость побольше нужна, чем о справедливости. Так ведь? Но от этого справедливость никак не уменьшается. Впрочем, как и милость, понимаете? В Боге и то, и другое соединено весьма мудро. И вот, как говорит Древний Отца Церкви, для того, чтобы спасти человека, необходимо, чтобы некто чистый мог очистить нашу грех. Чтобы единственный не скверный, а очистил нашу скверну. Чтобы один единственный праведный заплатил нашу цену за нашу неправедность. И вот поэтому в Древней Церкви всегда была принята та теория, которую сейчас называют теорией юридической. То есть, мы согрешили, Бог посылает в мир своего Сына Единородного, который добровольно берет на себя грехи всех людей. В каком он смысле берет? Берет наказание за грех всех людей, как будто бы он его решил. Хотя, на самом деле, он чисто невинен. И невинный, умирая за виновных, расплачивается за виновных ценой своей крови перед правдой Божьей. Эта теория была распространена и на Западе, но она была встречалась на Востоке. И она действительно показывает одну очень важную вещь. Она показывает, почему крест вытекает не из злобы, а просто внешней, а из замысла Бога. Вы знаете, что сам Господь сказал, что смерть его самого была предузнана и предназначена, спланирована и все угодно, еще до сотворения мира. Почему? Потому что в некотором смысле она вытекает из собственных внутренних свойств самого Бога. Понимаете, да? Из того, что в нем есть и милость, которая не дает ему погубить все свое творение, так и справедливость, которая не может примениться с тем, что творение злоупотребляет свои свободы. Вот сочетание их происходит на кресте. Действительно, вот это древнее представление и западных, и восточных отцов церкви, оно весьма важно. Оно основано на самих словах Христа Спасителя. Когда Господь сказал наш, что я не пришел для того, чтобы мне послужили, но чтобы самому послужить и дать свою душу в искупление за многих. Значит, слово искупление что означает? Вот как понимаете слово искупление? В первую очередь, выкуп за пленных. Выкуп. Искупление. Выкуп. Человек находится в рабстве, за него платит то, что его долг, да, в долговой яме сидит, приходит за него, платит его долг, и он освобождается. Вот, и второй случай, когда человек там находится в рабстве бандитов, за него плачет выкуп, да, его освобождают из этого рабства. Это представление, оно было свойственно, конечно же, и пророкам, когда пророк Исаия говорил об Христе, прямо пророчество о Христе, он говорил, что Господь нам возложил на своего особого слугу грехи всех нас. Так что беззакония мира нашего, беззакония, которые мешают нашему примирению с Богом, были на нем, и рано его мы исцелились. Вот, и более того, все ритуалы древности, в первую очередь, конечно, Богом установленные ритуалы Ветхого Завета, но даже и образы язычественных жертв, они говорили об необходимости жертвы для спасения. Почему не было ни одного языческого народа, которому не было бы жертв, да, и почему чаще всего кровавых жертв? Мы сейчас возмущаемся вот этими кровавыми жертвами, но ведь зачем-то они были нужны, так, этим людям? Зачем-то они чувствовали, люди чувствовали, что какая-то жертва нужна, так? Причем жертва кровавая, то есть та жертва, в которой жизнь проявляется во всей полноте, так? Вот, и с чем связано вот это ощущение? Связано-то и с тем, что люди понимали, что для того, чтобы избавить их жизнь от этого зла, которое с ними сочеталось, необходимо, чтобы зло было отмыто кровью, потому что только кровь, она омывает людей от грехов. Единственное средство отмытия нас от греха, это, конечно же, кровь Христа Спасителя. Вот, и как раз-то вот этот образ Христа как жертвой и искупителя нашего, это понимание вот этой великой крестной тайны, оно является, может быть, основным для православного благочестия. Хотя, конечно же, не единственным. Не надо думать, что только всем этим ограничивается. Нет, Господь действительно дал Себя в искупление за нас. Он действительно жертва, которую Бог принимает для того, чтобы очистить нас. Но, опять-таки, почему принимает Господь эту жертву? Не для того, чтобы она нужна как-то его внутренней природе. Бог мог бы что сказать? Он мог бы сказать так. Ну, люди поступили по-своему, да, ну, и пускайся расхлебывают то, что заработали, так? Вот, мне тут ни жарко, ни холодно. Понимаете, да, Богу хуже не становится, что мы грешим. Понимаете? Хуже нам становится. А Богу никак хуже не становится. Но, если Бог захотел с нами помириться, необходима была жертва, которая бы смыла вот эту преграду греха, преграду смерти, преграду зла, которая поселилась внутри человека. И необходимо было выкупить нас из-под тирании сатаны. Я думаю, нам легко понять, на чем строилась власть дьявола. Она строилась на грехе. Почему? Потому что человек, делающий грех, делает то, что изобрел с сатана, понимаете? А за авторские права надо бы сейчас все борются, да? Там даже диски ломают, там, да? Нелицензионные, пиратские, там, и так далее. А сатана в этом смысле тоже активный борец за авторские права. Он никогда не дает, чтобы грех прошел там без соответствующей патентной платы. Берет он плату только одной вещи, знаете, да? Чем дьявол забирает плату? Только душой. Плата за грех – душа человека. Вот. И именно поэтому, конечно же, нужно было, чтобы вот эта плата была каким-то образом дана. И поэтому вот некоторые древние отцы церкви говорили, что кровь Господа была не только жертвой Богу, но и одновременно плата дьявола в каком смысле? Не в том смысле, что Бог договаривался с дьяволом, так? В том смысле, что Бог показал дьявола несправедливым. Часто мы воспринимаем дьявола исключительно как беззаконника. На самом деле это не совсем так. Можно сказать так, что дьявол – это крайний законник. Что значит законник? То есть он берет любой закон и ворачивает так, чтобы можно было ему при помощи его погубить. Даже сейчас у нас люди как говорят? Как поступить по закону или по совести? Вот дьявол говорит – всегда по закону. Вот. Известно, что в многократных случаях, когда дьявол жаловался Богу, что так нехорошо себя ведет, что людей милует. Вот. Говорит – надо с людьми только по закону, говорит дьявол. Исключительно по закону. Никак иначе. Вот. И как раз-то в распятии что происходит? Происходит то, что дьявол выступает сам против того закона, злобным хранителем, которым он был. Понимаете? Вот. Смысл закона совершенно, конечно же, не в поддержке дьяволской власти. Зачем нужен закон вообще? Чтобы порядок, понимаете? Без закона мир рухнет. Кстати себе, у нас есть мировые законы, которые перестанут действовать. Так? Ничего хорошего не получится. Вот. Но дьявол использовал законы благие, Богом данные, для того, чтобы грешников ими осуждать. Понимаете? Вот. И необходимо было вырвать это оружие из его рук. И Господь это делает на кресте. И здесь отцы церкви дают такое объяснение. Они приводят слова Господа из книги Юва, где Бог говорит, сможешь ли ты поймать Левиафана, это дьявол, на удочку. Чтобы потом им играли твои девочки. И отцы церкви говорят, что дьявол так и был, пойман на удочку. Они приводят такой образ, что крест это удочка, а червяк, насаженный на удочку, наживка, это тело Христа, а крючок внутри спрятанный, это его божественная сила, его божественная природа. Сам Господь, он цитировал 21-й псалом, где главный герой это псалман, который говорит, боже мой, боже мой, почему ты меня оставил? С этого начинается псалом 21-й. Он дальше говорит, я червь, а не человек. Поношение человеком и унижение для людей. Обычные читатели псалмов понимают эти слова так, что я червь, в смысле, что я ничтожное нечто, но обозреваемым называется нечто большее, чем просто ничтожное. Я наживка. Понимаете? Я наживка, на которую должен броситься дикая рыба, хищная рыба-дьявол. Дьявол бросается на Христа, который ему не принадлежит, потому что он безгрешен, понимаете, да? И напарывается в результате на крючок, на крючок вечной жизни, которая взрывает дьявола изнутри. Также от церкви, говоря об тайне искупления, от тайне нашего спасения через крест, они говорили о тайне восстановления всего человека через подвиг последнего конечного Адама. Помните, в прошлый раз, когда мы говорили о Гефсиманской молитве, мы говорили о том, что страдание Христа начинается в саду, потому что в саду началось падение человека, так? В Эдемском саду началось падение, в Гефсиманском саду началось спасение. И здесь мы видим, что все Ивангелие описывает Христа так же, как последнего Адама, как родоначальника нового последнего человечества. Потому что для Библии существует два вида людей. Мы об этом тоже говорили, да? Какие? Обычно люди христиане. Христиане это люди, примиренные с Богом, внутри которых живет божественная жизнь. Вот родоначальником этого нового рода людей, нового поколения людей, нового вида, если угодно, становится Христос, конечный Адам, который проходит путем Адама первого. И слушается там, где Адам не слушается. Ровно там, понимаете? Адам протянул руку, и Христос протянул руку. Ну какая? В чем разница? Адам протянул руку, чтобы взять запрещенный плод, так? А Христос протянул руку, чтобы быть послушным до смерти своему отцу, понимаете? То есть против непослушания идет послушание Христа. Христос выправляет ошибку первого Адама, его преступление, его мятеж, и таким образом становится родоначальником послушных людей. Если Адам стал родоначальником непослушных, у которых непослушание в крови, что называется, да? То Христос стал родоначальником послушных Богу отцу людей. У которых послушание заложено в крови. Понятно, да, в какой крови? Которому пьян в причастии. Вот. И таким образом Христос, он восстанавливает всего человека. Как говорит святой Ирине Леонский, на кресте Господь возглавляет все человечество. Человечество разбежалось из-за греха. Вы видите, да, какой раздрай происходит у нас сейчас. У нас люди между собой, да, разные народы между собой дерутся. Грузины не любят русских, русские не любят грузин. Американцы не любят ираксов, ираксы не любят американцев. То есть, все человечество раздроблено по народам. Но кроме этого оно раздроблено еще почему? Оно раздроблено еще по внутренним отношениям. Даже в семьях раздрают, так? Даже внутри самого человека раздрают. И Господь восстанавливает всего человека под своей главой. Он глава, и Он выстраивает заново новое тело нового человечества. В котором уже преодолеваются вот эти разделения, которые были. И как говорит святой Григорий Богослов, кровь Господа становится как бы створаживающей жидкостью, которая створаживает молоко человеческого рода. Делает человечество единым целым. Делает из человечества некое единое цельное явление. Наконец, отцы церкви говорят обо Христе, как пастухе, который идет до пределов, до самых дальних гор, чтобы найти погибшую асту. Вот у вас перед очами иконы, кажется, Христа, пастуха. Видите, да, прямо на столбе? Прямо на вашем очахе. Вот. Почему? А заметьте, что у него за спиной. Крест. А почему? Потому что путь Христа до самых краев мира, он доходит через смерть. Понимаете? До каких краев? До краев ада? До пределов разложения, в которых только может существовать человек. До него он доходит через смерть. Через позорную, мучительную и проклятую смерть. Христа доходит до самых глубин ада. Там, где забудились самые последние из его офиц. Как ведь сказано же было в Писании, что у грешников, что произойдет? Смерть будет пасти их. Вот смерть пасла грешников до самого конца. И вот к этим офицам, которых пасет, смерть приходит за Христос. И, конечно же, Писание знает образ Христа-исцелителя. Мы знаем бесконечное множество примеров исцеления Христа. Да, они возвращаются нам чуть ли не на каждом ивановском чтении по воскресеньям. Но мы часто забываем, что исцеление Христа, вот его исцеление тела, которое он делал в людях, исцеление души, которое было, оно было связано с ним самим. А святой апостол Матфей говорит, что когда Христос исцелял, избыло с пророчества какое? Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. То есть для того, чтобы исцелить других людей, Господь страдания этих людей, заслуженные ими страдания, не берет на себя. Чтобы таким образом выкупить этих людей из-под власти разложения гибели, в которой они пребывали, понимаете? И чтобы исцелить, сделать их цельными существами. Сделать их теми существами, какими они задуманы Богом Отцом. И вот как раз-то вот эти образы, они описывают вот тайну Христа. Отчасти, конечно, во всей полноте. Тайну великого первосвященнической жертвы, тайну царственной смерти Христа, тайну величайшего завета, союза заключенного на кресте между Богом и новым человечеством. Понимаете, давно в учреждение входят люди не все, а кто христился, во имя Сто Троица. Вот, ее раскрытие во флосе и полноте может только Святая Троица. Потому что именно Святая Троица задумала эту тайну. Но вот эти очерки я хотел дать, чтобы перед тем, как мы с вами будем читать повествование о самом распятии, чтобы мы понимали, о чем будет речь. Чтобы мы не были с вами как люди невежественные, которые считают, что все дело Христа сводится или к Его чудесам, или сводится к Его проповедям. Чтобы мы не считали просто Христа учителем просто. Потому что для нас как раз самое важное, что Христос – это искупитель наш, который искупил нас под проклятие закона, ставший за нас проклятием. Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Марка. Стихи двадцать седьмой тридцатый. И пошел Иисус с учениками Своими в селении Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих, «За кого почитают Меня люди?» Они отвечали, «За Иоанна Крестителя, другие же – за Илью, а иные – за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Петр сказал ему в ответ, «Ты – Христос». И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. Спрашивает их о себе, отведя далеко от иудеев, чтобы им некого было бояться исповедать истину. Они отвечают, что одни принимают Его за Иоанна, другие – за Илью, ибо многие думали, что Иоанн воскрес, как полагал и Ирод, и что он по воскресенью получил силу чудотворений, тогда как при жизни своей Иоанн не сотворил ни одного знамени. Спросив их таким образом о мнениях других, Господь спрашивает у них потом и собственного их мнения, как бы так говоря, «Те так думают обо Мне ошибочно, а вы за кого Меня почитаете?» Что же Петр? Он исповедует Его Христом, предвозвещенным пророками. Но что сказал Господь на исповедание Петра, и как ублажил его, это Марк опустил, чтобы не показаться пристрастным к Петру, учителю своему? Напротив, Матвей сказал обо всем без запущения. Господь велел им не говорить никому, потому что хотел прикрыть славу свою, дабы многие не соблазнились о Нем и при неверии не сделали с повинными большему наказанию. Стихи 31-33. И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о всем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Приняв от учеников своих исповеданий, что он есть истинный Христос, «Господь открыл им и тайну Креста, но открыл ее еще не вполне, ибо апостолы не понимали того, что он говорил, и не разумели, что значит воскреснуть, но думали, что лучше ему вовсе не страдать. Поэтому Петр и начинает возражать, говоря, что напрасно предавать себя на смерть, когда может и не страдать. Но Господь показывает, что страдание его будет во спасение им и многим, и что один сатана не хочет, чтобы он пострадал и спас людей». Называет Петра сатаною за его мысли, свойственные сатане, за то, что он не желал Христу пострадать, но прикословил ему. «Сатана значит противник. Отойди от меня, — говорит, — то исследуй моей воле, не прикословь и не будь противником моим, но следуй мне». Петр, по словам Господа, думал о человеческом. Ибо мыслил плотское, хотел, чтобы Господь оставался в покое, не предавал себя на распятие и не подвергался напасти за спасение мира. «Для чего Евангелист упомянул обоснователе города?» «Для того, что была другая Кесария, именно Стратонова. А Иисус Христос спрашивал учеников не в Стратоновой, а в Филипповой, ответши далеко от иудеев, чтобы они, освободившись от всякого опасения, смело высказали все, что у них было на мыслях». «Для чего же он спросил сначала не об их мнении, а о мнении народа?» «Для того, чтобы они, сказавши народное мнение, потом, будучи спрошены «вы же кого мя глаголити быти», самым порядком вопросов были возведены к высшему разумению и не стали о нем так же низко думать, как и народ. По той же причине спрашивает их не в начале проповеди, но когда сотворил много чудес, беседовал с ними о многих и высоких истинах и многократно доказал свою божественность и единство с Отцом, тогда уже предлагает им этот вопрос. «И не говорит, за кого меня почитают книжники и фарисеи, хотя они часто приходили к нему и беседовали, но желает знать непритворное мнение народа, кого мя глаголют человек и бытьи». Мнение народа было, хотя гораздо ниже надлежащего, но без всякого лукавства. Мнение же книжников и фарисеев внушено было сильную злобою. И показывая, как сильно желает, чтобы исповедали его воплощение, говорит «сына человеческого», разумея под этим и божество, как нередко и в других местах он делает. Так говорит «Никто же взыде на небо, токма сын человеческий, сын и небеси» Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 13, и в другом месте «Аще уба узрите сына человеческого восходяща, иди же бе прежде» Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 62. Потом, когда ученики сказали ему «Ови уба Иоанна крестителя, инии же Илью, друзии же и Еремию, или единого от пророк» Евангелие от Матфея, глава 16, стих 14, и объявили ему ложное мнение народа, тогда присовокупил. «Вы же, какомя, глаголите быте» Евангелие от Матфея, глава 16, стих 15. Этим вторым вопросом он побуждает их думать о нем выше и дает разуметь, что первое мнение весьма мало соответствует его достоинству. Для того он требует от них другого мнения и предлагает другой вопрос, чтобы они не думали о нем одинаково с народом, который видел чудеса, превышающие силы человека, и почитал его человеком, хотя таким, который воскрес из мертвых, как говорил и Ирод. «Вы же, какомя, глаголите быте, вы, которые всегда со мною были, видели мои чудодействия и сами творили через меня многие чудеса». Что же на это отвечает Петр уста апостолов, всегда пламенный, глава в лике апостольском, на вопрос, предложенный всем, отвечает от себя. Когда Христос спрашивал о мнении народа, тогда все отвечали на его вопрос, когда же о их собственном, то Петр не терпит, предупреждает и говорит, «Ты, еси Христос, Сын Бога живаго». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 16. Что же сказал Христос? «Блажен еси Симоне, вар Иона, яко плоть и кровь не яви тебе». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 17. Конечно, если бы Петр исповедал его сыном не в собственном смысле и не от самого отца рожденным, то это не было бы делом откровения. Если бы он почел его сыном, подобным многим, то его слова не заслуживали бы блаженства. И прежде еще бывшие на корабле после бури говорили, «Воистину Божий Сын есть» Евангелие от Матфея, глава 14, стих 33. Однако не были названы блаженными, хотя и истину сказали. Они исповедали его не таким сыном, как Петр, но признавали воистину сыном, подобным многим, даже превосходнейшим многих, только не из самой сущности отца рожденным. И нафанаил также говорил, «Равве, ты еси сын Божий, ты еси царь Израилев» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 49. Однако ж не только не называется блаженным, но еще обличается Господом за то, что много еще не досказал истины, потому Христос и прибавил, «За не рех ти, яка видих тя под смоковницею веруеши, больше сих узрише» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 50. За что же Петр называется блаженным? За то, что он исповедал его истинным сыном. По этой-то причине Христос других не назвал блаженными, но, говоря с Петром, показал кто и открыл ему. Чтобы исповедание Петрова не показалось многим сказанным из дружбы и лести и в знак особенного к нему расположения, потому что он весьма любил Христа, и указывает того, кто внушил ему, чтобы ты разумел, что Петр только произносил, а научал его, Отец. и чтобы ты верил, что слова эти не выражают человеческое мнение, но божественное учение. Но почему Христос не открывает себя сам, не говорит «Я Христос», но достигает этого вопросом своим и заставляет произнести исповедание учеников? Потому что это и ему тогда было приличнее и нужнее, и их более побуждало верить сказанному. Видишь ли, как Отец открывает Сына, как Сын открывает Отца? Не Отца, кто знает, сказано, токма Сын, и Ему же ащевалит Сын открытие. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27, Евангелие от Луки, глава 10, стих 22. Таким образом, не через другого, кого можно познать Сына, как только через самого Отца. И не через другого, кого можно познать Отца, как только через Сына. Так что и из этого видно, что они равночестны и единосущны.